Вам не видно меня? Да, Игнатий Тихонов, я что-то не вижу. Что ж такое-то это? Может мне перезвонить, Игнатий Тихонович? Вот, всё, вижу, вижу. Ну вот, вижу. Бери на мушку. Так, так. В мир дому вашему, Игнатий Тихонович. Ну, принимаем с миром и вам мира желаем. Спасибо, Христос. Так, чтобы виднее было. Как вы там, нагулялись сегодня? Да, слава Богу, да, подышали воздухом в вашем грязном городе, к сожалению. Ну, что же, Игнатий Тихонович, я к вам с двумя вопросами. Давайте. Первый вопрос связан с историей ереси. Вот как они возникали в истории церкви, с какого времени, и чем объяснить тот факт, что эти ереси столь живучи, и они распространяются, множатся и существуют? Ну, сегодня, если заглянуть в интернет, слово ересь пояснение даёт, но не совсем точное происхождение и проще. Такие вопросы даже не ставят. Они смотрят в переводе, как это. Там ересь, это то же, что секта. У меня есть старые наработки, я их почитаю. Словарь Ожегова и Шведовой. Вот секта, это первое значение. Религиозное течение, община, отделившееся от какого-либо, от какого-нибудь вероучения и ему противостоящее. Это, допустим, секта, что означает? Секта Духоборов. Ну, и так перечисляется. Вот, толковые слова и иностранных слов крысина. Секта, это учение, направление, школа, религиозная община, отколовшаяся от господствующей церкви. Ну, или даже группа лист переносная, замкнувшаяся в своих узких интересах. Каста, клан, это то же самое. Вот. А ересь греческая, особое вероучение. Это отклонение от догматов и организационных форм господствующей религии. Словарь иностранных слов посмотрел им. И второе значение. Учение о ненужности церкви в деле спасения. Карманные слова ритеиста. Вот это абсолютно точно на сегодняшний день. Учение о ненужности церкви в деле спасения. Мы двое или трое, там Бог. Хотя эта фраза считается неправильной. Где двое или трое собраны во имя мое. Это большая разница. Не сам собрался, а с кем-то. И вот дальше я смотрю правила Василия Великого второе. Что есть ересь. И как она предается анафеме. Второе правило его. И Второй Вселенский собор первое правило объясняет. Что с еретиками не молиться вместе. Не ходить на молитвы и в сборище. Апостольское правило сорок пятое и шестьдетое. Владикийский собор тридцать третье правило. Не должно дозволяться присутствовать им, еретикам, при священнодействиях и в молитве с верными. Тимофей правило девятое. Не даже входить в дом Божий, если они закосневают в ереси. Владикийский собор правило шестое. И не праздновать с ними их праздников. Владикийское тридцать седьмое. Браком с ними не совокупляться. Разве только при обещании присоединиться к православной вере. Четвертый Вселенский собор правило четырнадцатое. Шестой Вселенский собор семьдесят второе правило. Владикийский десятый тридцать первое. Карфагенский тридцатое. Рукоположные еретиками не могут посчитаться истинно рукоположенными. Вот это очень важно. Апостольское правило шестьдесят восьмое. С еретиками должно обращаться кротко, дабы тем привлечь их к покаянию. Карфагенский семьдесят седьмое правило. Ежели кто из них покается при смерти, должно принимать, но с испытанием. Василий Великий, пятое правило. Вот я посмотрел, где у нас встречается уже ближе к нашим дням. Деяние апостолов, двадцать четыре четырнадцать. Он называется Назарейской ересью. Деяние пятнадцать пять. Уверовавшие из фарисейской ереси. Они уверовали, стали христианами и принесли учение, что надо обрезываться. Дальше. Деяние пять семнадцать. Ереси саддукейская. Это два религиозных течения было у евреев. Фарисей и саддукей. И оба друг друга назывались еретиками. А это так уже принято. А почему? А нет точного определения. Каждый смотрит что-то. Вот смотрят сектанты, допустим, иконы есть. Выретики. Написано, не имея изображения. Но это твое понимание. Церковь никогда так не понимала. Я рассматриваю это все к тому, что церковь признала ересью. Нам никогда не докопаться до глубины. Надо просто признать это. А не так. Я определяю это ересь. Вот я сейчас прочитал. Они не признают, что церковь основана Христом. А через 1500 лет лютер основывает церковь. Она не может называться церковью. А словари показывают так вот. Какая-то секта отделилась. Но проходит время. Они делаются многочисленными. Написано. И превращаются в церковь. Превращаются. Вот, допустим, человек живет. Ну, называют гражданский брак. Блудство это. Но сегодня еще непонятно, кто он такой. Ну, если дети появились, ну, а куда теперь детей девать? Теперь брак узаконенный будет. Он не может быть узаконен. Вы венчаны. У тебя венчанная живая жена. У нее венчанный живой муж. Так в ересь их. Точно так же. Я всегда захожу с той стороны, с их стороны. Тут не спешили, чтобы кто это услышит, в осуждение впасть. А тут легко впасть. Там было определенно. Марисеи считали их. Детям передавали по наследству. Написали правила. Как так? Они не признают ангелов. Они не признают у человека души. Ну, это так свидетели сторожевой башни. Иеговы называются. Это прямо готовое уже. Но меня интересует сегодняшнее. И как я на это смотрел бы, будучи тогда там. Вот человек, если не признает Иисуса Богом. Ересь или нет? Ну, ясная ересь. Живая ересь. Значит, он не богочеловек. Нет. Он просто человек. Один из первых творений. Может быть, раньше еще там было. Это так поясняет и арий. Так поясняют это еретики. И как трудно было ввести вот это понятие о Троице. Я этот весь путь просмотрел. Шесть вселенских соборов. Я специально переводил. Там симфонии составлял было время. Я думаю, я бы был еретиком. Потому что правду, просто по книжному смотреть, там больше, чем у православных. Даже по количеству очков они бы набрали больше. Это так легко было. Почему? Не надо вводить ничего того, что нет. Ввели слово Троица, а его нигде нет. И вообще не знали. Ни ветхозаветние иудеи, ни назаветние христиане, они не манипулировали этим словом. А на то, чтобы утвердить учение о Троице, ушло шесть вселенских соборов. Кроме иконоборческого. У нас как-то была еврейка. Она не была членом общины. Ну, разрешили ей ходить. Она так и не стала. Вот. Паина Соломоновна. И она веру и не пела. Я это заметил. Дело-то и говорю, а почему здесь? А она к христианским иудеям склонялась. И да, он пророк, он обещанный мессия, но не Бог. А вон в чем дело. Мы расстались с нею. Он не Бог. Он Бог. Ну, она мне говорит тогда так. Ну, вот вы пригласили бы его, знаю, что-то он там чудеса творил и прочее. Конечно, пригласил бы. Ну, вообразим так. Он сидит у вас вот за этим столом, где мы сидим. Ну, радостно? Ну, конечно. Как Захей пригласил. Но вы за кого его приняли-то? Действительно, а за кого я его принял-то? Как, например, пророк сильный в слове и в деле. И вот вместе со всем тем уже третий день, как о мы-то думали. Это, говорят, апостолы, которые три с половиной года ходили с ним. И все, они считали его, ну, пророк хороший, но не больше. Не то, что там мать бессеменной говорила, сыны Марии, там, Иосифа. Они буквально понимали, как все, как понимают сегодня еретики. Так точно понимали. А понимать, как мы понимаем, нет. Ну, а вы признали, что он Бог? Я так посидел. Нет, не признал. Ну, а чего ж нас осуждаете? Я говорю, ну, тогда ничего не было. А сегодня это уже выверено соборами. А туда мне проникать не надо. Большая очень беда состоит в том, что малое знание у людей. Малое знание надмевает. А которые много-то знают, он твердо стоит на этом. И малое знание позволяет людям козырять одним-два слова. По словам люди посмотрят, и неправильный синодальный перевод. У нас тут заходили на занятия, как в этом, в одном чате называют. Ну, ты же не знаешь этот язык-то там. Вот надо иди-ш, и еврит там все это знать. И какой-то Масарецкий тогда, ты понимаешь? Златоуст брал четыре перевода на кафедре лежали. Симах, Феодатион и Акила, и плюс Септуагин-то. И толковал, а не разница. Но он одинаково все растолковывал. То есть показывал, что это просто более расширено. Тут не то, что толерантность какая-то. Этого слова-то нигде не употребляют. Я прикинул к себе. Я на той стороне. На где бы я оказался? И вот, внимательно вникнув в это, я пришел к выводу, что я бы оказался с теми, которые будут осуждены. Поверить, что Бог, сотворивший вселенную, мириады звезд, и Он у меня за столом сидит, это никак не вмещается. А сегодня это для меня просто. Церковь приняла, я считаю, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу. Слово единосущный на это ушло где-то пять столетий, пока утвердилось. Надо было заново все пересматривать. Евреи, они представляли прямо сегодня, почему, ролики есть такие, почему евреи не верят во Христа как Спасителя. И они прямо отвечают. Отвечают примерно так, как я отвечаю. За пророка, да, вот мессианский, но они между собой разнятся. А есть, которые признают Его за Бога, потому что Фома сказал, Господь мой и Бог мой. Ну, Он сказал, в таком экстазе был, но нам нужно учение найти, а не то, что Он сказал. Тем более, говорил не по верею и прочее. И вот так рассуждая, я хочу маленький пример еще добавить, чтобы потом начать разворачивать эту картину. Ну, вот сейчас везде все знают протоколы сионских мудрецов. А это евреи, это они царя убили. Я не отрицаю ничего. История показала, что так. Но давайте посмотрим, а ради чего они все это делают? Ведь во всем мире есть люди выдающиеся, а их они на студенческой скамье еще высматривают, и они принимаются в ряды масонов. Там есть и арабы, и мы все, это же не какая-то там чистая раса, нацизм. А для чего они делают? Я говорю, скажите, вот у вас в подъезде бывают неприятности какие-то? Да, сколько угодно. Ну, ладно. А на вашей площадке, где вы живете, там три квартиры, четыре. Ну, да. А хотели, чтобы там был порядок? Да, это не установишь. Гуляют, пьют там, и худые дела делают. Ну, а хотели бы, хотели. И вот нашелся бы человек, и каждого спрашивал, и говорит, меня если изберете, я сделаю порядок, ни одного нарушителя не будет. Да не сделать это. Ну, это не сделать, но я сделаю. Я не один. Мы издадим такие законы, которые будут сурово карать. Да кто их примет? Я все подвожу к тому, что есть иные, не только наши, которые правители, на ними кто-то еще есть. Ну, вот так. А хотите, чтобы подъезд? Конечно. Ну, а можно было бы сделать, чтобы весь дом без нарушений жил? Да нет. Нет. А я уже дальше. Ну, никого нет, но, опять-таки, а если бы вся улица? А если бы во всем городе? Сделать так, чтобы ни одного воровства не было. Ни убийства, ни разврата, ни насилия. Это невозможно. Почему? Только развращается, и люди хуже делаются. Вот сейчас появился представитель какой-то партии и сказал бы, я это сделаю. Во всей стране не будет ни одного преступления. Не может быть. Ну, проверить надо. Он просится. Дадим ему 100 дней, как обычно. Что-то закрылось. А сейчас? Ну, вот так видно. Я это разворачиваю сам эту картину, с той стороны перейти туда-сюда. А вот есть люди, которые хотят навести порядок во всем мире. У них стоит благородная задача, которую мы даже никогда не поставим в своей семье. А они глобально во всем мире. И называются они масонами. Каменьщиками. Выстроить новое здание управления миром. Ну, подумаешь, там 600 миллиардов столкнуть, а 1 миллиард золотой довести. Люди-то лишние. Они еще не производят, только грабят, убивают. Я с их стороны рассматриваю. Я сижу с ними за одним столом. Тем более, я видел масонский в Америке их там храм. Заглядывал туда. Вот. Как это все? Ну, и как? Ну, если мы говорим, что никто это не сделает, а он придет. Они подготавливают и скажут, я сделаю это. Ну, и отныне, как пишет Владимир Сергеевич Соловьев, первый его манифест будет. Ни один человек не скажет война, когда я сказал мир. Исполнилось чаяние тысячелетий. Вот это его первый, как он понимает, будет манифест, перед которым склонятся все. А вот теперь-то и Чип, и все остальное принял отречение от всякой религии, всякой, не только от Христа. А только он Бог. Он Бог. Он сошел с неба. Он именно сядет как Бог, вызывая себя за Бога, не просто за начальника. Потому что все вы Боги, но все вы умрете. И тут говорится о человеке, князе. Вот теперь становится нам понятно. Если я среди них, и я бы был патриотом, и очень хотел бы, чтобы был порядок, кого бы я поддержал? Только их я и поддержал бы. Потому что у меня весь склад ума, жизни. Порядок был везде. Порядок. Вот у меня здесь соседи, тут музыка громко шла. Сейчас нету, вообще нету. Окна закрыты. Это тоже. Значит, надо знать, как. Я не ходил, нигде не жаловался, ничего. Но я предпринял свои меры, и все заглохло, ничего нет. Это молитва. Молитва задушила их буквально. И окна все закрыты, а то горохотало тут. Ну, невозможно просто. А тем более, если над тобой, а соседи, только у меня тут метров 50-60 от нас было. И все заглохло. Так вот, если есть люди, которые могут это сделать, и их нельзя назвать не ерекиками никак, а патриотами только. Потому что ни одно государство не возвышается, атомное оружие уничтожено, ни один преступник рта не раскроет, показал руку, считала машина, ищет тебя, сразу высветил, двери закрылись, полицейские под руки пошли. Это есть такой фильм «Шесть», так называется «Шесть». Там как антихрист осоряется, в это время вылавливают всех, у кого нет этого знака, и на гильотину ведут, и фильм здорово поставленный «Шесть». Не видели? Нет. Ну, просто запиши себе «Шесть». Хорошо. Ну, она как раз на религиозную тему показана там, что уже все восхитилось. Вот. Теперь я перехожу здесь. Да кто были христиане для тех, которые признали за Бога Его? Да еретики! Я бы, если был тогда, я бы этих христиан назвал еретиками. Я реально все представляю. Как? Я принял как пророка, как мессию, как обещанного Богом. Ну, что Бог-то в это не было бы сказано. Теперь мы знаем Исаия, 7-14, Отец Вечности. Но тогда этого ничего. Все это просто пропускалось мимо. Это нам уже, как говорится, неоднократно говорено, мы теперь понимаем, это на Рождество его считается. И поэтому впасть в число еретиков очень даже просто. Вот. А теперь, если мы поняли, как это делается, в еретиков переходят. Теперь с ними какое обращение? Титу 310. Еретика после первого, второго вразумления отвращайся. Потому что он грешит, будучи самоосужден. Только признавать еретиком то, что церковь признала. Вот здесь-то не надо хромать. Потому что еретики признают еретиками господствующую церковь. Это когда мы считаем житие Дионисия Александрийского и также Иеронима Стридонского. Там написано, что народ был настолько необразованный и тупой, что еретиков признавал православными, а православных считали за еретиков. Это очень похоже на наше время. Я беру прямо из жития святых по Дмитрию Ростовскому. Когда возникает ответственность, что ищут люди? Облегчение. Я правильно понимаю. Самоутверждение на этом. Самодовольство. Дальше идти некуда. Соксектанты задают. Ты спасен? У них коронный вопрос. Ты спасен? Я говорю, спасен в надежде. Так. Сейчас. Ставим. 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 По причине чего? Рыбой считают даже нутрию, нет, это как рыба пьет, хотя как рыба и не надо зачем, она вообще-то пищит, конечно, не надо это искушать и на этом, достаточно если сухарик будет с сухариком, ну как об этом говорит Серафим Саровский, хлеб да вода монашеская еда, ну все пока, с Богом, а то что, в других городов звонят, поесть охота, мидии, поймали мидию, откуда они взялись, ну разговор такой, не настаивает, ладно пускай, и вот теперь я много работал по этой теме и 55 лет работаю с еретиками, мне эта тема не чужая, не чуждая, вот, ну а для тех, которые православные, для них я уже законченный стектант и еретик, но это они за глаза, но если в глаза встретимся-то, может быть они и переменили бы мнение, им подсовывает, говорят и, как этот, тут Дудин с Томска, там, я из-за их называют, всем другим-то про меня там клепал, а тут, когда местный митрополит Сергий Иванников дал характеристику мне, это при поступлении, вступление, рукоположение в митрополиты, такое не дают характеристики-то, и он сразу, это тогда не сектант и еретик, а псевдо-православный, ой-ой-ой, псевдо, то есть, ничего не знает, совершенно бесталанный, с больной головой человек, он судит, он устяшный, у него ничего нет, он не может показать, нету, а здесь застолье Бог дал, да, верится, люди питаются, у него ничего нету своего, и поэтому я не обижаюсь, это мимо меня проходит, но чтобы не впасть туда, надо придерживаться Никео-Цареградского символа веры и учения святых отцов, они были в этом вопросе строги, а вот так вот начинают сегодня католики-еретики, так, на каком соборе утверждено, что еретики, а вот когда разделились, ну, разделились, это не означает, что они от нас отделились, как говорят, католики-то, они считают, мы с хизматикой от них отделились, ну, и говорится, квиты, нет, в ересе нужно указать определенно то, что не было принято канонами церкви, и дальше узнать, так ли понимают, вот Григорияна Армянская Апостолическая Церковь, я с ними разговаривал, они монофизиты, там монофилиты, их не разберешь, это одно и то же, они говорят, нет, мы так не понимаем, зачем я буду на них колпак натягивать раскаленный, они говорят, значит, никакие не еретики, поэтому они приезжают здесь в Барнауле, в соборе, служат вместе, все вместе, и никто их, нету, и патриарх, тогда был Пимен, там служили все вместе, а теперь, я уж не говорю, что там греческий митрополит, там с ними Варфоломеев встречается, с папой, как вот патриарх подошел, Кирилл благословился, я их не считаю, говорят, ну как не еретики, когда, я говорю, если так брать, что вы берете, то у нас тоже есть вещи, которые нельзя никак оправдать-то, поэтому нам нужно быть снисходительными, они сохранили рукоположение, я утвердился на том, главный признак – это рукоположение, господствующая церковь, 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 а по другим признакам никак нельзя узнать, хороший там, он плохой, это все относительно, а это абсолютно точно, как в откровении в Ниеме, там они вернулись из плена, искали родословных священцев, не нашлось, их исключили, ну и все, раз нету, это вот один вопрос, вот, значит, мы сразу сужаем круг церкви, вот, пять православия, это и старообрядчество, имеющее священство, вот, католицизм, или их первую поставить, Григорий Армянский, окопты и сирийцы, вот, все, больше никто не сохранил, по крайней мере, я не знаю, там, старокатолики, новые, это одно и то же, а их же, он вышел с рукоположением уже, вот, и поэтому ереси идут на облегчение, абсолютно почти всегда, может быть, где-то, чего я не знаю, вот, я уберу это все, бороду сбрею, мне легче, и поэтому он уже от этой ячейки не может никак отойти, но протопопа вакуум назвал бритье блудодейной ересь, да и так понятно, когда написано, они были очень обесчищены, икону у нас, у православных вообще говорить не надо, и апостолы, и пророки, и Христос, совершеннейший человек с большой буквы, я беру одну сторону только, и поэтому, хотя ересью названо, но это не ересь, потому как подогнать сильно нельзя куда-то, вот, Иннокентий был уральский, у старобрядцев, он курение приравнивал к гомосексуализму, ну, это же большая разница, он считал, что ненормально, но ненормально-то ненормально, вот еще-то и нарушение поста тоже ненормально, там, ну, гомосексуалисту приравнивают это смерть, смертный грех-то, и курить человек там, может, и там, и не табак совсем, просто дым один во рту, тут надо быть очень осторожным, много об ересе говорил Федор Студит и Максим Исповедник, это самые любимые герои у старобрядцев, и у старобрядцев главная пропасть, ты еретик, переходи к нам, ты еретик, а переходи к нам, а когда начинаешь разговаривать, он не знает ни слова это, ни значения, я теперь, исследуя, нашел, причина ереси, как правило, заключается в послаблении, сегодняшнее слово экономия, я пока не встретил ни одного, который бы, ну, прибавил где-то, ну, бабки бывает где-то, понедельничать начинает еще в понедельник, пост, это ее право, она может быть, но среда, пятница, они постановлены, а я могу вообще всю жизнь прожить, говорится, акриды да дикий мед, да где его найдешь еще, акриды да дикий мед-то, вот, поэтому, вот, ереси, какие тогда были, они заключались в том, что разум не вмещал, слишком высоко-высоко было взято, он один бог, от этого отойти не могли никак, бог единый, я, отец, одно, то есть, равенство, я, или два лица, этого нету выражения, я понимаю, как первые христиане, они просто бились над этим, как так, и в то же время, он говорит, я, отец, одно, а потом, я говорю, он слышит, дальше, третий, сходит в виде голубя, дух святой, но если бог единый, а что тогда эти-то, эти явления-то, кто он тогда такой, если отцу молится, вот, мусульмане, они не могут войти в это, мусульмане, это то, что там, в первых порах было, там, другой я не беру, именно в этом вопросе только, там другое все не так, не так они, а вот здесь, именно так, шатание было, среди святых отцов, разделялись, арии, первый вселенский собор, второй, третий, четвертый, пятый, в пятом, мечи звенели в зале, это не было очень серьезное поприще, перейти надо было, и легко подписывали один эдикт, под ним подписались, а Афанасий Великий Ариус задал вопрос в лоб, отступился, и святые отцы канонизированы, давай, дезаварируй свои подписи, я исключаю, убираю, там, в житиях даже говорится об этом, вот, а некоторые так были, вот, его уже записали, он проголосовал за ересь это, а потом, посмотрел он там, а там в списках молодой епископ, и он сразу подумал, он молодой, значит, ему больше предпочтения дается, он запрямился один и говорит, я не буду, его надо стереть, там, почему же он, я позади его, и тогда стерли, он говорит, а это совсем не буду, ну, как малые дети, впереди или позади, ну, как, так, Феодорит Критский, там, сколько их было писали, это Андрея Критского канона, то он подписал анафему Шестому Вселенскому Собору, а потом вот этот канон из него Бог и высек буквально, и вот рассматривая сегодняшние ереси, те, которые мне известны, я нахожу все это для облегчения, ну, и вызвано это крайне несерьезным отношением понятию о церкви, а никак, Христос умер за наши грехи, они поют об этом, баптисты, адвентисты, все поют, все это признают, а о церкви нет, то есть голова есть, а о церкви нет, я говорю, ну, как же вы считаете, Колостином 1,18, он говорит, голова, тело, церковь, какая церковь, когда основана, ну, когда, ну, говорите, когда, когда скажут дату того, что вы в Оргене Свестионской, ну, понятно, а какое вы их неотношение имеете? Вы верите так, как тогда верили? Нет? А где связующее звено? Они где? А от вас отошли, от вас отошли адвентисты седьмого дня, а те сами между собой раскололись, а там мормоны, и там святые последних дней, ну, все-все-все-все. Поэтому, со словом, нужно быть осторожным и понять, какая там причина, и будь это где-то раньше, не был бы ли я там среди них. Меня вот эта позиция всегда выручает, я тогда тише себя веду. Я согласился с этим, произнес слух и сказал, я бы его, Христа, не признал за Бога. Я бы был среди тех, это не камни метать, я просто, как Захей, Захей же он за Бога-то не признал. Он призвал его, ну, Господь, что пророк, сильный в слове и в деле. А почему они живучи? А потому что это привычка уже. Человек, если начинает исследовать, вот принимать православие, это много надо взять, это тебе надо каноны знать, если из сектантов человек переходит, тебе надо знать толкование, а там не надо, как открыл, на ум еще сбрело, то и плетет, он стоит хитросплетением, басням последуя. Это очень легко. В секту переходить ничего не надо. Иконы выбросили до общения, ни одной иконы праздника никакого нету. Не надо доказывать. Ну, нету никакого изображения ни на небе, ни на верфу, ни на земле, ни на земле. Это очень даже просто. В секту переходить ничего не надо для этого. Только скажи, я верую, а дальше все, а девка чужая с колен не слезла. Ну, руку поднимите, она сидит на коленях, вдвоем поднимает. Я видел эти сказки. У православных все по-другому. Вот об этом интересно Осипов говорит. И с серьезным видом говорит. А я сижу и улыбаюсь. Вот приходят в храм, разодетые, и как на пляж пришли. И опять так, вот все это, паузу делает, помулявит губами там. Ну, разве это можно? И опять. Видно, что он знает, как аудиторией владеть. А гляжу, а сидят там у него в зале, один раз повернули, там, без подков почти все. Я не вижу ниже-то там, в брюках они или как там. Вот. Это надо в церковь. Он о чем говорит, а у нас давно это есть. Алексей Ильич, ну зайди и глянь. Он говорит, но нигде ни одной общины он не создавал и не будет создавать, и не создать ему. Сам бритый сидит, а 80 с лишним лет. Я что, я ему сразу, зачем ты как масон в галстуке сидишь-то? Зачем ты эту веревку на шею-то затянул-то? Музычки там этого, Сашки Билова не хватало, чтобы тебя потаскал тогда, когда он живой был-то. И ничего не докажешь. А говорит-то правильно. Вот заходят, свечки толкают. Это бесовская работа. В храме. И заголовок. Бесовская работа в храме. Я думаю, дай посмотрю. Он об этом как раз говорит. Так не ты ли эту бесовщину-то расплодил-то? Ты этих попов-то учил ты, твои ученики. Учитель. Как же ты мог так все это... Все, и бриться не грех, и женщины в брюках не грех, а говорит об этом. То есть где-то внутри, я думаю, он все-таки тоскует. А если бы так? И как-то бы его замануть к нам сюда, чтобы у нас побыло на собрании, посмотрел, как одеваются люди. У нас нарушителей поста ни одного никогда не было. С тарелкой они ходят. Ни за что деньги не берут, а он как раз осуждает, гвоздает. Так это деньги твои, которые ты получаешь. Это тебе дают. Ты чужими грехами питаешься. А сбросьте сейчас. Десятину вам не взять. Народ чего ради будет платить? Нет. Тем более с бабок какая там десятина? А когда один процент от стоимости машины или полтора, навар. Поэтому, рассуждая о тьереси, я нашел самое правильное, чтобы зря не молоть языком и не осудить никого, представить я в тех временах, когда оно появлялось. И оно было прогрессивным. Мартин Лютер, что он плохого сделал-то? Он видел, что все индульгенция, все продается, грехи заранее можно было откупить. Если грешишь с обыкновенной женщиной, один вопрос, там заплатить, допустим, пять тысяч. А если с монашкой сблудил, то пятьдесят. А если он монах, да она монашка, то вот уже пятьсот. Все определили, узнали, написали. А совсем-то не грешить. Верующий в Сына Божия не делает греха. Ян говорит, там 5.18, первое послание, и не может грешить, не может. У него нет на это ни тяготения, тяготения он не может, не умышленно никак. И Бог его охраняет. Ну, конечно, если мы считаем Иоанна, первое послание Иоанна, то православные посчитают это ересь. Они его не считают, не знают. И как? Так все, ты не грешишь. Ко мне сразу броситься не грешу. Умышленно я не могу грешить. Никак. Ну, если я грешу, покажи мне. Не просто доказывать надо. Вот такое дело. Ну, и почему оно так долго стоит, в ересь, когда входят люди? Потому что ничего для этого не надо. Ни поста, ни креста. Бритые. Стоят баптистские там проповедники, даже из Совета Церквей. Ну, может быть, они и зарегистрированы, но в галстуках. Как они поют, молодежь, ребята, все бритые. Все девки стоят там без подкопа. Иногда шарфик какой-то наголо так накинут, болтается-то. Смешно даже. Ну, и чем же вы отличаетесь от мира? Вот Осипов это хорошо показывает. Вот посидит, подумает еще, как бы. На народ-то, видно, так глянет из-под лоба. Поддерживаем тебя, дорогой учитель. Ну, создай одну общину-то. Ну, покажи. Покажи. Лютер-то сто раз больше вас сделал-то. Он с какой глыбиной-то схватился-то. Но ему помогло то, что он был ученый монах. И там со своим там меланхоном, как называют его другом-то, сумели перевести на понятный немецкий язык. Вот тут все. Весь народ всколыхнулся. И поэтому, если мы желаем бороться с ересью, нужно начать с себя. Зная ли я Писание, или народа дать знание Писания. А тогда я буду не один. И тогда будет у меня в словах такая твердость, которую нельзя не принять. Она просто светиться будет. Вот то, что я по еретикам рассмотрел, потому что я этой темой много занимался. Вот сейчас говорят, а вот раскольники. Кто? Соробрятся раскольники. Да как кто расколол-то? Чурка колет или топор? Кто ударил-то? Ударил-то Никон. Объявили вне закона то, что 700 лет молили, они серьги радонистские. Никто не молился тремя перстами там. Все молились двуперстно. Только двуперстно. Другого не было. Стоглавый собор только что прошел, который анафеме придает другое сложение пальцев. Как это так можно было делать? И ради чего это сделано было? Разве в этом спасение? А не спасение, а народ-то другого не знал. Для народа это главное было. Маленький ребенок там два года еще, ему ниточки связывали пальчики, чтобы они не расходились у него. Правильно крестился? Я не говорю, что то или другое, но святые тремя перстами, как Серафим Саровский-то, Прохор-то, ну и Сергия Радонежская, Антония Пеодосия, основателя русского монашества, мы тоже не можем забросить, князя Владимира. Там-то больше времени было. И в один день, раз, неправильно, все еретики, пальцы режут, в расколе показано, там язык ему вытягивают. Ну, ясно дело, что Бог не повелевал этого делать. И поэтому эти сказали, это ересь. А тут еще цифра подкатилась, 1666. Тысячу-то еще откинули, а 666 уже на кону. Ну, ясно дело, куда бежать, только антихрист. Сатана явился в образе Мордвина, который рукоположен там где-то в 23 года, кажется. Все только. Все нарушение за нарушением. И поэтому, когда разговариваешь с сектантами, они нас смотрят, а вы вот там немного, здесь немного, и вот у вас все-то так. Я говорю, ну скажите, вам это надо знать? Вот такое, допустим, ваша дочь не сохранила девство, и что вы будете делать? А что я буду делать? Ну, вот и весь ответ. Каноны положили основание. Каноны – это вехи на пути в Царство Небесное, а Евангелие – это путь в Царство Небесное. Тут, что многое, надо признать, еще не было закончено с деяниями апостолов. Дух Святой был в церкви. И далее уже первые ряды основания Господь говорит, я построил, а теперь смотрите, кто еще строит? Все на соломах. А когда говоришь о церкви, церковь еще только образовывалась. И священники пришли, 15 главодения апостолов, какая смута началась. И поэтому они указали только удавленные, греха, блуда. И все. А почему про пьянку не сказали? Почему не указали при нарушении воскресения? Это и так понятно было. В этом вопроса и не было. Почему не сказали крестить, не крестить и младенцев? Это бы сразу несколько сект исчезло. Почему не сказали, что иконы – это не идолы, но и кланяться им не надо. Не надо перед ними жесть свечи и праздновать. Празднование иконы Казанской, не Богородицы. Иконы. Иверской иконы. Тут уже далеко заходит. Далеко-далеко, что не подходит совсем даже православным. У нас если бы по-серьезному к душе своей относились, то признали бы это где-то ограничить с ересью. Тем более, когда был левый Саврянин, я когда стал вникать в это по житьям, он не был против икон. Он говорил, иконы повешать повыше, чтобы их не целовали, не трогали. Видишь как? Правильно? Это правильно. Я говорю, нет, меня ничего не сделают. Я не утверждаю учения, а просто смотрю и я вижу так. Сегодня бабки идут по иконам все. Кто не придет, скорее куча свечек и лепит, и лепит. Да они нечисты еще. Тут столько беды-то. А просто стоять в духе истины, молиться где-то, этого не знают народы. Это Осипов как раз про это и говорит. Возьмут и со свечами ходят, толкутся. Да кто убери торговлю-то? Еще с голоду помрешь, потому что отсюда навар-то весь идет. Это вот, если так разбираться, это учение со свечами, сходят во время службы с тарелкой, это самая настоящая ересь мамона. Не можете служить Богу и мамоне. А если служит ересь, от секта, это уже отсеклось, и всякую ветвь, не приносящую плода, говорит, отсекает. И сжигает, огнем выбрасывает. Вот рассуждение об ересе. Главное, что я воображаю, при начале ее я там нахожусь. Я бы с лютером был сразу. Это я уже прямо определенно говорю. Потому что я хочу чистоты в церкви, а не торговлю деньгами. Я бы его поддержал и был бы лютеранином. Но сегодня, я понимаю, он еретик. Он потерял священство. Он положил основание всему безумию, которое сейчас у сектантов идет. И садомиты, и там, и кого только нету. Садомит на садомите и женится. Даже говорит срамно. Вот как. Ну, а когда уже все у нас оформилось, мне ничего не надо, только брать готовое, и ни шагу никуда. Из всех, менее всего зараженное, из всех, которые я видел, насколько известно мне, это православие. Хотя и тут хватает, говорится, как говорят, тараканов. Но, однако, у нас как-то все более нежно, более плавно сказано, там не так. А тут они соглашаются, крестить надо в полное погружение. Ну, бояться им не нужно это. Если он был крапленый, то не будут крестить. А там вообще это... Вот я смотрел у армян, священник Чашкан, это законно, и ни одного не крестят в полное погружение. Ни одного. А тут хоть иногда там какой-нибудь батюшка там крестит. А то он руки положил, и мокрый, а пьер... Ну, какое-то погружение. Веру его едино погружению в символе веры стоит-то. Там нет ничего другого-то. Единое погружение. Тауфем. Там, баптизен. Поэтому с сектантами говорим. Вот почему они, сектанты, это ближе подходят к саддуке. Они отбросили 11 книг, и больше ничего не надо. Но саддуке они только 5 книжей имели, Тора, и больше ничего не надо. А у православных там всего и отовсюду, и Матрона, и кого-то загонялись. Тогда, что вот, ой-ой, как надо канонизировать царя. Канонизировали. Все, ажиотаж прошел. А вот Ксения Петербургская была. Канонизировали. Забыли. Теперь Матрона. Это еще выше. Теперь там уже золотые купола, и все. Теперь опять за кем-то будут гоняться. Ну, кто там, Жукова там, или Сергея Есенина. Кто будет у них. Вот так. Спасибо, Христос. Тихо, что такое обстоятельное вопрос. Что-то плохо слышно у тебя, булька, еще такой звук-то. Что там? А сейчас? Полянька получше. Как-то глухо-глухо. Проверь, почему так. Ага. Ну, я потом переустановлю. Боже, если честно, я себя даже не вижу. Я тут сейчас пока боюсь что-то настраивать. Я свое окошко не вижу. Ладно, ладно. Пусть даже все равно я знаю, что это вы. Поближе, чтобы слова были ясные. Я подпрос. Все переустановили компьютер, поэтому пока еще не привык. К этой программе. За обстоятельные ответы, Гнат Тихонович, столько много вот именно. И примеров интересных. Но тогда я вам в дополнение задам еще один вопрос. который мне на прошлой неделе задали именно еретики. Вот я с ними разговаривал. К нам пришли на занятия. Вот они говорят, ну ладно, вот вы нас называете там еретиками. Харизматы, например, они и так далее. Я говорю, а тогда как вы назовете, ну скажем, буддистов, индуистов? Вот на самом деле я задумался. А вот на самом деле они тогда кто? Как вот их-то тогда назвать вот именно во свете Библии? Вот во свете Библии мы должны назвать их как язычники. Язычники, да? Все, еще больше нет. Они не знают Бога, и к ним так и относились всегда. Вот новая вера сегодня там, новое язычество. Это все к язычникам. Это другого названия у них никогда не было. Языческие народы, они не познали, они не знают закона. И разговоров нет. Они не еретики. Еретики это отошли. Откуда они отошли? Они и не были отошли. Еретики, как правило, отошли. А другие среди них, отошедших-то, рождались. Или они по своему состоянию находили новых. Последователи уже в этом заблуждении. Я вот-то рассуждал об этом, как у баптистов, допустим. Но это самое близкое к православию. Только ответить уже от них, сохраняя все, что нажили они ложного, и добавили своих не меньше еще. А как? Я говорил вот как. Допустим, они чтобы избрали баптиста среди своих. Ну, назывались раньше старшие пресетера, а сейчас епископы вдруг у них появились. Тогда раньше они слово церковь даже не называли. А сейчас церковь, церковь везде. Ну, слышат, видят. Это ничего нет, ни того, ни другого. Ну, а вот изберите среди себя самых хороших, проверенных, речистых. И упросите, умолите, заранее договоритесь с патриархом, чтобы вам рукоположили трех хотя бы, трех. А остальные дальше они рукоположат. И вы будете церковью. Но перед этим вам будет поставлен список. Не просто вам дать, чтобы заблуждения были узаконены. Нет. А вот по порядку начнем, что вне церкви нет спасения. Вы все должны быть крещены. Правильно и заново. То ваше некрещение, как Киприан-Карфагенский, это осквернение было. Это нужно сказать. Про иконы вы можете не говорить, но никогда не называйте идолами и прочее. То есть, если иметь иконы, по-православному. А нет, значит, вам это не ставится. А вот можно, они говорят, чтобы одежда, ну, без галстука, чтобы верхняя пуговица у всех была застегнута. Вот. Все, больше ничего не надо. Без ризы. Риза она не спасает. Свящие, свящие может у вас не быть. Но если будут, то только, чтобы чисто восковые. То есть, это можно так обговорить плавно. Как говорится, с иертихами беседовать нужно кротко и говорить. А говорить прямо по слову Божию. Я когда говорю, да это еще разве все? А они детей не будут крестить? Ну, не будут, значит, не будут. Настаивать не надо, потому что все великие учителя, Златоуст Василий Великий, Григорий Богослов, все крещены после 20 лет. После 20 лет. Ну, да как это не верующий? Нет, не надо. У Златоуста отец был секунд верующий. И мать Анфуса была очень верующая. И весь сказ. Я уж не говорю про Василия Великого. Там вся семья канонизирована. И мать там Нонна, всех которых возьмешь. Это верующие были. Но такое было обычай. Не обычай, я более склонна к тому. Это великая ответственность брать на себя за ребенка. У меня сколько было? Давай, я хочу, чтобы у меня был. А дальше они не допускают даже детей. Я их воспринял. У меня ни одного нету, над кем бы я мог трудиться. Ни одного. Ну и крестников-то мало. Но, однако, как-то так допускает Бог, что они начинают враждовать. Притом необъяснимо ничего. А никого не допускают. То есть они понимают, если дети будут не такие, как они, то им это не надо. Они по своему образу подобию, теперь они их сделали и все. Такие же сонные, безразличные, мирские специальности получают. Ни одного вопроса божественного нету. Ну, ходят, отстоял, отстоял, причастился и все, иди гуляй. Огня-то ревности нету. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8-9. Они этого не знают. Старобрядцы они вообще этого не знают. Я говорю, вот у нас, батюшка говорит, там в Потеряевке живет племянник, моей сестры, сын, Осип Устинов. Ну, и знал, там старобрядцы что-то где-то основали какое-то, не знаю, молодежное такое движение, чтобы подготовили доклад на какую-то тему. У них нет ничего, но попытка-то. Ну, и тему-то, чтобы объявили, там запишут и уже готовятся будут. Ну, он говорит, я тоже участвовать буду. Когда спросили, он говорит, я буду говорить о рождении свыше. Ух, как они сразу, ух, ересь впала. И они его сразу выщеркнули и выбросили. Это у нас было такое. Этот настоятель вышел, против нас проповедь-то говорит. И говорит, люди появились, которые говорят, что надо жить не по плоти, а по духу. Да кто это видел, когда это ересь? Он когда зашел, а ему молодые там священники, они ко мне ночью тайно приходили. И они говорят, батюшка, отец Николай, так это написано. Написано. Ой-ой-ой, да теперь они опять на меня и архиерею нажалуются. А один там вышел, говорит, староста тоже у них. И говорит, люди появились, которые говорят жить по Евангелию. Дорогие братья и сестры, да кто ж когда жил по Евангелию? Да разве это положено нам православным? Рождение свыше, это ересь. Вот когда на меня тут телевидение Н24-то приезжало, и там они, тут закончили, 4 часа снимали, с половиной, 4, а в 15 минут уложились. Да и то из моих роликов брали-то, то есть заказное. И поехали в Кемерово, знаю, что Кемеровская епархия, манкурты там одни сидят, наверное. И вот какой-то вышел там Евгений Ударцев. И глаза сейчас все это пишут, люди отзывы. Глаз с девонками бегать ждет конфетку. Где он видел это? Игнатий говорит, лжет. А как лжет? Детей лжи учат, а как? А он говорил, от Роспотребнадзора убегать надо. Но как совместить ложь и убегают-то? Как раз, учу, чтобы не лгали, никто не встречался. Там убежали, мы сохранили лагерь. А в другом месте были, они в автобус догнали, целый день на жаре держали, не пить, не есть не давали. Я ни одного ребенка им не дал. Я сегодня это посчитал, там около 100, наверное, отзывов, ролики те. И вот в события дня включу это все. Выбросил там разные негодные, там матерки им, как люди отзываются. Ну, большая часть людей поддерживала. Я и не знал, а они там уже там множат наши эти ролики, где мы говорили, вот так не разговаривать, а приедут. Вы стойте, молчите, молитесь, идите бежать. И так получилось. Приезжает полиция, с ним разговаривает, а он глазами воет, только молится и все. Ну, чего ты, в дурдом тебя везти? Он не разговаривает, снимает. Дескать, подготовка. И, как я говорил, все так и пошло по этому сценарию. Ни на шаг, ни в сторону. Но, конечно, для людей это было интересно, посещаемость там большая. Ну, вот так. Понятно, спасибо, Христос. Ну, что за вопрос у вас еще? Вопрос, вот, кстати, вы сказали о посещаемости, о популярности роликов. Так вот, особой популярностью, как вот видится, потому что я ваш канал смотрю регулярно и не один месяц уже, замечаю, что особой популярностью по количеству просмотров и комментариев, отзывов. Удостаиваются ролики, в которых задействованы в качестве главных героев домашние питомцы ваши, это кошки, паля, белая, это голуби не подкаблучники. И что самое интересное, это то, как вы ведете беседы, диалоги вот с этими бессловесными тварями божьими. Вот, Игнат Тихонович, как вы полагаете, чем вызван интерес, популярность этих роликов, чем привлекают они, зрители канала? Вы видите, мы убирали Баградию, потеряющие там репей, а под репьем от солнца пряталось много комаров. Я за комаров брал интервью, как бы комары говорят, и как я на это говорю? Не видели это? Вот этот я не помню, хотя вроде летний, я много... О, комары жалуются, и как они ругаются на нас. Я что сделал, там напился кровью, да у них-то такие толстые в деревне, что у них, убыла кровь или что, комар говорит. А теперь пришли тут, кому мы мешали? Жар палит, еще верующими называются из их стороны. Вот у батюшки там цыплята, он где-то их убрал, а когда кололи там овечек, кишки выбросили, а коршун прилетел. Ну, а вышел, он пугнул его. Я говорю, ты слышишь, как коршун-то на тебя жалуется? Как? Да вот он сейчас говорит, еще священником называется, выброшенные кишки, мешают они, а у меня детей кормить нечем, тоже верующие. Вот он прямо кричит, я его переведу тебе язык-то. Мы заулыбались все. Интересно. Так я не выхожу из этой роли-то. Я с кем бы ни разговаривал, я обязательно, я говорю, ты слышишь, как они жалуются? Корова стоит, вымя расперло, идти не может. И она мыщит и говорит, эх, вы люди-люди. Какой у меня сыночек был, я его ждала только. Стал подрастать мужественно. И вдруг закололи вы его, не нажорные вы. И она плащет. Почему? Вся тварь воздыхает и мучится. Да ныне, Павел говорит. Она жалуется на нас Богу. Жалуется. И вороны, птицы, птенцы ворона просят пищи себе. Просят. Понятно? Не просто так. И скот написано чувствует. Когда она вот на мясокомбинат пригоняет, у коров там слезы текут. Прямо слезы. Настоящие. И я слышу внутренний стон, несогласие. Когда колят, я хочу, ну, скотина. Скотина, она ближе к человеку. Птица подальше маленькая. А рыба, это другая среда обитания. Она как-то уже не так соединяет нас. Ну, тоже. Давайте посмотрим, как мы с той стороны. Это, что мы едим, это после нового потопа началось. И все это плоды греха. И скотина, вся тварь, вся, мучается до ныне, воздыхая. Когда будет обречено бессмертием. Свободу славы детей Божьей. Это прямо говорит, определенно, что в уществе их изменится. Вся природа помертвела, когда человек согрешил. То есть, последствия греха нам не дано ощутить. Мы не понимаем это. Ну, жил, помер. Нет. Это связано с райским прегрешением. А разве мы об этом думаем? Водами все умирают. Водами. Не просто на постели. А водами. И умерло, как подсчитываю сегодня, уже более ста миллиардов людей. Миллиардов. И какой-то плод. Что-то меньше плодов стало или что. Нам не дано это понять. Вся вселенная до последней звезды содрогнулись. Так можно сказать. Потому что все микробы, все сделалось смертным. Все. Вот. Заледенела кровь. И куда ни посмотришь, друг друга уничтожают. Большой, меньшего. Меньше этого еще меньше. Любой богомол какой-то, кузнечика хватает и ест. Здесь птица. Там крокодил. Мы в таком месте живем, где у нас ни крокодилов, ни снежных лавин нет. Ни малярийного комара, ни эсофалитного клеща. Вот мы здесь живем по Теряевке. Что же не жить? Подородная земля. Ни одного камня нигде не валяется. Даже маленького нет. А я видел, как в Латвии в куче собирают ограду из камней. Все время она оголяется, земля-то. И все камни, 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 камни. Пахать там никак нельзя. Пук сломаешь. Я говорю, все люди что-то ропщут. Вот. Когда мы начинаем на это смотреть, как бы, опять же, я хочу перенестись туда. Вот эта экстраполяция не во временной форме только, а в совей сущности. Ну, на минуту допустим, что, как говорят, наши братья, меньше это. Никакие они не братья. Ну, раз говорятся, так давай. Я нахожусь на той стороне, что бы я подумал. Но разум у меня есть. Есть такой фильм. Они пересаживали от человека, как собачье сердце, там, аж еще, к акуле. И она сумела разбить клетку и вышла. И дальше она умно делает, как человек. И от нее спасение. Фильм есть такой. Я не знаю его название, но так можно найти. И дальше. Люди, ничто перед ней оказывается. А то бывает иногда так. Настолько благоразумно действует, как дельфины, даже трудно представить. Вот Мартиниан на острове был. К нему женщина, там, Зоя была заброшенной. После кораблекрушения-то. И он бросился в море, и дельфин ему помог добраться. Такое натурально было, неоднократно. Дельфина, а почему они делают? Нападала акула. Они напали на акулу и прогнали ее. И человек остался живой. И вот с той стороны, ну это уже вжиться в этот образ надо. Я смотрю, что ему больше нравится. Самое уязвимое место у кошки – это живот. Вот. Если она перед тобой лежит и дает тебе живот поцарапать, это означает, она тебе 100% доверяет. Иначе она бы тебе всыпилась зубами. Ну просто маленько знать надо, почему она именно это любит. Вот когда ест, у ней бывает тут стекает что-то. Ну, стопает, бумажка там все протер несколько. Как она благодарна после этого. И поэтому я еще с ними как бы разговариваю и добавляю. И людям это интересно. И вы так прямо понимаете. Ну, бывает, люди понимают. Ну, как вот посадят резиновую утку. А потом такой у нее пищник называется, крякает. А селезин летит и садится. Ну, он, может быть, и не расслышал, как. Но в интонации все это. Интонация какая. У зверя это не просто так. Вот кошка все нравится, говорит, мурлыкает. Мурлыкает. Она начинает вот так гонит, как будто там моторщик разгоняет. Урщит, урщит. У собаки другое. У коровы третье где-то. И у каждого что-то зависимое от нас. А зависимость такая мы могли бы не угнетать. Могли бы, ну, просто расстаться и даже умертвить или что там. Ну, не давать длительное мучение. Это даже на исповеди священник спрашивает часто. Поэтому, когда я ставлю ролик, я как бы от них разговариваю. Почему ты на меня внимания не обращаешь? Вот сейчас голубенка не кормят в день. Я стал по интернету смотреть, как кормить. Это надо, как такую трубочкой соску, чтобы он нос засунул. И туда ему там определенные яйца крошить там. Все это жидкое. Ну, где я помолился, и голубь стал его кормить. Он еще маленький, еще, я называю, в памперсах ходит. Тот-то еще летать ничего не может, ходить не может. А она уже снесла яйца, уже опять парит. У них сам процесс, выводка вот эта имеет значение. Родила, а потом нужды нет. Опять забеременела. А отец-то растут. А пускай растут-то где-то. И что они о нас думают? Я как будто сам теленок или голубенок. И тогда оттуда говорю. Людям это заинтересовывается. Хотя есть люди, которые могут издавать звуки, которые призывают. Не просто волк. У-у-у-у-у-у. А он именно призывает. Какая интонация. И он старый какой-то там охотник, следопыт. И он его приглашает. Он идет и прямо на выстрел подходит. Ему кажется, что это волчица зовет. Но это уже мастера. Я ничего этого не знаю. Просто с позиции смертности, которая пришла из-за человека, и что они о нас думают, скотина. Ну, значит, о тех, которым нравится, я думаю, где-то в глубине души они согласны, что мы не правы. Вот так. Понятно. Вы очень интересны, Градий Тихонович. В дополнение, вот интересно, вот вы сейчас рассказали, я об этом не задумывался, но вот вы сейчас говорите про длительное умертвение животных, это получается живодерство. Вот я буквально, наверное, на этой неделе я читал ваш том, открытым оком. Там вы приводите выдержки Ишухана Руха. Вот. И там интересно, что вот именно по той причине, по которой Господь заповедует не употреблять животное с кровью, вот в иудаизме, я не знаю, насколько это кошерно сейчас или нет, для того, чтобы вся кровь из животного вышла, его умертвляют именно длительно. Вот. Поэтому, насколько это так, я не знаю, но вот такой прочитал, что для того, чтобы вышла вся кровь, вот они как бы вот дают животному, ну как получается, он длительно, очень мучительно умирает животное. Вот что, в общем, условно. Ну, спасибо, Христос, Игнат Тихонович, за очень интересную, добрую. Благодарю, что зашли в гости. Спасибо, Христос. Домашним поклон передавайте. Передам, Игнат. Ну, и ждем на лето в гости. Будем молиться, Игнат Тихонович, будем молиться. Вот видел, как тут обратилась эта, Райхан стала, Рахилью-то. Ага, да. Я ей говорю, не надо, она все равно поедет, а то вы умрете, я даже сам не встречусь. Со свидетелей сторожовой башни пришла. Да, из Казахстана. Да. Так мы тут у митрополита были, все проехали вместе. Я видел, я видел. Она ревностная такая. Ну, с Богом-то да. С Богом-то да, Тихонович. Спасибо, Христос, за добротетель вашу. Спасибо, Христос, Ивану, спасибо. Слава Христу.